Итак, привет! Добро пожаловать на мой канал! Приглашаю вас во вторую часть видео про ампулы. Если вы не смотрели первую часть, пожалуйста, зайдите и посмотрите, потому что в первой части мы поговорили о всех достаточно бюджетных ампулах. Мы поговорили и о ампулах бренда Комплимент, и Артед Факт, и Тиана, и белорусских ампулах Витекс, Маркел и так далее, и так далее. В общем, много о чем мы с вами побеседовали. Ну, а в этом видео мы с вами будем стремиться к совершенству и идти в сторону очень-очень-очень дорогих ампул, некоторые из которых насчитывают и 10 тысяч рублей, и даже 20. Будут у нас и такие, так что смотрите, что называется, до конца. Давайте попытаемся сегодня ответить на вопрос, а что, может быть, дорогие ампулы будут более удачными, например, чем дешевые? Может быть, в дорогих ампулах производителю удалось реализовать эту идею, которую он так громко заявляет на своих упаковках, впрочем, как и бюджетных средств, так и достаточно дорогих. Вот давайте сегодня попробуем ответить с вами на этот вопрос. В этом видео не будет, но они у меня точно были, и я вам показывала их неоднократно на самом канале, по-моему, они попадали там в лузеры года и куда-то еще. Это ампулы от L'Oreal. И тут вы у меня спросите, Ксения, ударилась что ли головой, где люкс и где L'Oreal? Но на самом деле стоят эти ампулы столько, то есть больше 1000 рублей, что впору их назвать люксом, потому что я вам показывала в прошлом видео продукты, которые стоят, например, 300 рублей. И в предыдущем видео у нас совершенно точно с вами все продукты были до 1000 рублей однозначно. По-моему, самые дорогие ампулы, которые у меня были в прошлом обзоре, стоили 600 рублей, ну, 700 максимум за набор. А тут мы уже все-таки перевалили за 1000. Там были пластиковые вот такие вот, да, вот эти вот ампулки, контейнеры. У меня были обе версии ампул, и с гиалуроновой кислотой, и с гликолевой кислотой. И те, и другие отвратительные. Меня хватило на одну ампулу. Липкость, неприятное ощущение на коже, очень сильная душка. Нет, никому не могу порекомендовать, особенно за такую стоимость. А вот что очень интересно, что хочу вам показать. И вот тут вот уже начинаются интересные вещи. Мне хочется, чтобы вы это попробовали. Это ампулы Марти Дерм. Они продаются в разных упаковочках. Можно купить одну ампулу. Можно купить, по-моему, упаковку по 5 штук и по 10. А я в Новый год купила вот такой вот набор, где каждый ампулы по одной штучке. И это все красиво было вот так вот подарочно упаковано. Поэтому я разные ампулы пробовала. Какие-то впервые попробовала вот из этого набора по штучке. Какие-то с удовольствием повторила. Например, мои самые любимые ампулы, от которых виден эффект вот после одного использования, это Black Diamond. Я напомню, что ни в одном учебнике мы с вами не прочтем, к чему обязывают ампулы, какими они должны быть на самом деле, какой он этот идеал. Но все-таки, как производители заявляют, это какая-то ультраконцентрация действующего вещества. И по идее вы действительно должны увидеть эффект. Ну вот, ну разве если, конечно, и не после одного применения, хотя это в идеале, то после курса уже однозначно. Мы с вами в прошлом видео разобрали, что некоторые ампулы ничем не отличаются от обычных посредственных сывороток. И курсом вы их будете использовать в 10 дней или в 365 дней. Скорее всего, все равно ничего сверхъестественного не случится. Marty Derm – это испанский бренд. И, как они сами говорят, их статистика, очевидно, измеряла, в день в мире продается более 180 тысяч ампул этого производителя. И сейчас они вырываются в лидеры ампульного рынка, если так можно сказать. То, что у них действительно практически весь их ассортимент продукции – это ампулы. Начну сразу же со своей любимой ампулы. Это ампула, которая называется Black Diamond – черный бриллиант. В эту ампулу входят разные формы витамина С, пантенол, полисахариды, соя, пептиды, гиалуроновая кислота. Казалось бы, такой состав, который действительно мы можем увидеть и в какой-то сыворотке. Но вот эти ампулы Black Diamond действительно действуют после первого применения. В чем это выражается? Как будто бы обновлена очень кожа, то есть как будто бы вы хорошими такими кислотами на ночь воспользовались. При этом нет признаков раздражения. Кожа на ощупь очень мягкая, шелковистая, как-то выровнен рельеф кожи. Они действительно демонстрируют свой эффект очень-очень быстро. Очень неплохие вот эти вот ампулы, которые называются Platinum, Photo Age. То есть они призваны нивелировать вот эти вот эффекты фотоповреждения, которые мы могли получить. И по действию они немножко похожи на вот эти вот ампулы Black Diamond. У них тоже есть витамин С. Есть бифидофермент лизат, клюква, ретинилпальметат, глицин и сои, молочная кислота, фруктоза, глицин, инозитол, неоцинамид, мочевина, витамин Е и так далее, и так далее, и так далее. Ампулы у Marti Derm стеклянные. Все они выглядят вот так вот, то есть коричневая вот такая упаковка. В каких-то ампулах, например, вот в этой, видно, что там есть что-то типа осадка. То есть хочется их встряхнуть, и вот жидкость стала такой равномерной, однородной, но мутной при этом. То есть обратите внимание. И я нигде тоже не нашла указаний, что эти ампулы можно использовать под мезороллер. Обратите, пожалуйста, внимание, что на ампулах написано, для какого они типа кожи. Например, ампулы черный бриллиант рекомендуется использовать для нормальной сухой кожи. Ампулы для кожи фотоповрежденной, для любого типа кожи. И также на некоторых ампулах есть солнышко и месяц. То есть, соответственно, днем и вечером, или только вечером, например. Кстати, в комплекте с ампулами идет еще вот такая вот пластиковая насадка, потому что ампулу одну рекомендует производитель использовать за день. То есть утром и вечером его тогда вам удобно будет в таком вот формате хранить. Ампула Platinum Night Renew с комплексом кислот тоже очень примечательная, дает эффект достаточно быстро. Вот эти вот ампулы из линейки Proteus. Это, кстати, The Originals линейка такая базовая. Они очень-очень приятные, тоже с разными комплексами витаминов и так далее, и так далее. Но не могу сказать, что они как-то существенно преобразили мою кожу. Но мне очень понравились ампулы из вот этой вот тоже оригинальной линейки, которые называются липосомы. Это ампулы, где витамин С и Е заключен в липосомы. Очень интересная штука. Так что рекомендую вам, если вы найдете вот такой вот набор, это действительно хорошая возможность попробовать каждые ампулы, не покупая их вот сразу большими наборами. А вот еще одни очень интересные ампулы, которые дают эффект достаточно быстро. Это ампулы от профессионального бренда Janssen или Janssen, может быть, Cosmetics, которые называются Platinum Care Brilliance Shine Elixir. Ампулы стеклянные, розовое содержимое, практически абсолютно жидкое. Легкое чувство липкости и даже небольшая мылкость у меня была при нанесении этих ампул, но впитываются они мгновенно. Я очень боялась, что будет какая-то липкость в течении, абсолютно никакой. Я их очень любила использовать днем, у меня три ампулы осталось. И они совершенно никак не отягощают кожу, с ними нормально держится макияж, не вырабатывается больше себума. Мне показалось, что даже меньше и ампулы действительно очень положительно влияют на рельеф кожи, на микрорельеф и на цвет лица. То есть лицо действительно становится более свежим, причем в каком-то обозримом будущем. То есть примерно, мне кажется, после третьего применения я стала замечать эффект. Сюда входит в качестве главного компонента экстракт шелкового дерева, так называемого альбиции, оно еще называется, у него разные есть названия. Это антиоксидант, противовоспалительное вещество, вяжущее вещество, то есть подсуживает поры в том числе. Сюда входят разные виды гиалуроновой кислоты, матриксил, насколько я помню. Но факт остается фактом. Действительно, эти ампулы дают видимый и достаточно быстрый эффект. Отдушка в этих ампулах есть, есть и консерванты, но их минимум. То есть в общем и целом я могу назвать эти ампулы, ну не идеальными, но стремящимися к идеалу. Еще одни ампулы, которые хотела бы похвалить, это ампулы Сесдерма линейка Диазес. Надеюсь, я правильно произнесла. Это ампулы для взрослой кожи. Ампулы на основе диенола, обратите, пожалуйста, внимание. Замечательный совершенно состав, целый профиль пептидов, в том числе и факторов роста. Ключевые ингредиенты заключены в липосомы. Ретинил, пальмитат в составе, протеугликаны. Ампулы здесь вот такие вот, но они пластиковые, обратите внимание. Потому что, кстати, очень многим людям некомфортно разбивать стеклянные ампулы. И некоторые люди боятся это делать. И также в комплекте есть вот такая вот силиконовая насадочка для того, чтобы вам одной ампулы хватило больше, чем на один раз. Ампулы прекраснейшие. Я в золотом яблоке колебалась. Взять мне ампулы с миндальной кислотой или взять вот эти вот ампулы. Взяла в результате вот эти. Очень хочу попробовать их ампулы с миндальной кислотой. И говорят, просто потрясающий. Вообще, Сездерма замечательная косметика. Все это я покупала за свой собственный счет. Хотя Сездерма сотрудничает с блогерами. Но я с ними или они со мной. Мы пока друг с другом, в общем, не связывались. Поэтому я все покупаю за свой счет. И пользуюсь с огромным удовольствием. Потому что это та косметика, которая действительно эффект дает. А вот очень интересный бренд, интересный продукт. Это бренд Декларе. Это профессиональный на самом деле бренд в том числе. То есть есть косметологи, которые работают на этом бренде. И опять же эти ампулы стремятся абсолютно к идеалу. Здесь очень много экстрактов. Протеины люпина, ретинилпальметат, подсолнечник, витамин Е, кунжут. У ампул такой немножечко густой состав. У них, кстати, тоже очень хорошая была упаковка. Насколько я помню, сейчас проверю себя. Тоже она была вот с этим вот колпачком сверху, с таким маленьким. Да. Вот, видите, у нее завинчивающаяся крышечка. Очень удобно носить с собой, удобно хранить. Содержимого здесь много. Поэтому тоже можно на два дня совершенно спокойно эту ампулу растянуть. Я помню, я покупала ее в Москве. Тогда была зима, по-моему, это в прошлом году было. И я с большим удовольствием прямо там начала пользоваться этими ампулами. Потому что у меня очень обветрилось лицо. И мне было очень комфортно. И чувство увлажненности было. И кожа была такая более спокойная. То есть я с удовольствием пользовалась этими ампулами. Достаточно быстренько их закончила. Совершенно замечательные. Но тут всего семь ампул. Поэтому тут, что называется, растянуть удовольствие надолго не получилось бы. Кстати, напишите, что вы думаете об этом бренде. Кто пользуется и кому что вот особенно нравится, особенно запомнилось. Ну что, приближаемся мы уже к очень-очень тяжелому люксу. Сейчас в моих руках бренд Цель Космет и их знаменитые ампулы, которые называются Эластоколлаген. Здесь тоже очень удобная упаковка с завинчивающимися крышками. Так, у меня что-то осталось. Там жидкость такого вот желтого цвета. Внутри абсолютно-абсолютно прозрачная. Непонятно, то ли тоник-то используешь, то ли сыворотку. В составе, как говорит производитель, у нас 15% стабилизированных биоинтегральных клеток, чтобы это не значило. Но, естественно, в составе никаких клеток нет, в прямом смысле клеток, потому что это запрещено законом. То есть может быть только фрагмент какой-то, так же то же самое, что и с бактериями. Там может быть фрагмент какой-то, там лизат бактерий. Но ни в коем случае не сама бактерия и не клетка. Это регулируется законом. Тут как раз тот случай, когда я вам говорю, что не хочется лезть во внутренности и разбираться в что да как, потому что это работает. Я с брендом Целькосмет знакома очень хорошо. Я все хочу сделать обзор для вас по этому бренду, но я боюсь, что его никто не будет смотреть, если честно. Потому что это уже такой сегмент, который на самом деле меньшее количество людей интересует. Я снимала уже и на Лепрери в свое время обзоры, и на МБР, и просмотров было с гульки нос. Поэтому напишите, пожалуйста, кому бренд Целькосмет интересен, потому что я попробовала массу всего из разных линеек, из золотой, из классической, и чего только у меня не было. И мне прям вот действительно есть что сказать. Но кому это интересно, вот, пожалуйста, напишите, сколько нас наберется. Это замечательные ампулы. На самом деле они быстро увлажняют, быстро восстанавливают кожу, дают как будто бы какое-то ощущение наполненности кожи. Их очень хорошо использовать вкупе с каким-то интенсивным уходом, после пилингов, когда вот нужна такая активная регенерация. Они действительно этому очень и очень способствуют. И плюс действительно ощущение комфорта. То есть действительно есть ощущение увлажненной такой кожи, и кожа, как я уже сказала, быстрее регенерируется. 12 ампул здесь, они продаются еще меньшими упаковками. Там, по-моему, то ли 5, то ли 6. Ну, естественно, я одну ампулу растягивала на неделю. Ну, шучу, не на неделю, конечно, но дня на 2, а то и на 3 точно. Они на самом деле очень экономные. Тут еще вот в большой упаковке, еще раз повторюсь, 12. В Ривгоше очень часто бывает на Целькосмет минус 40. Бывает очень часто у них по Целькосмет предложение месяца, 50% скидка. Я обычно по таким вот предложениям и покупаю, или там баллы на день рождения, вот на такие бренды, трачу. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание, действительно работает. Если вкупе с их гидрогелевой маской, например, использовать, вообще результат просто замечательный. Вот этими ампулами я очень довольна. Ну, а теперь звезда, гвоздь нашей программы. Это те ампулы, от которых я увидела самый невероятный эффект. Это ампулы Сара Чапман. Это английский, лондонский бренд. Скинезис они называются. У меня здесь два курса ампул. Один курс ампул – это Radiance Recharge System. Каждая ампула подписана и написано день первый, день второй, день третий, день четвертый. Не запутайтесь. И у этих ампул действительно разный состав. В первый день, например, вы используете продукт с молочной кислотой. И вы знаете, мне кажется, это лучший вообще продукт с молочной кислотой, который я когда-либо пробовала. Вот результат был действительно после первого применения. Гладкая, ровная, увлажненная, такая прям сияющая, при этом как будто бы вот прям отшлифованная кожа. Во второй ампуле у нас хорошая концентрация витамина С. В ампулах, которые называются Glow Complex CB3, находится витамин С, неоцинамид и альфа-гидроксикислоты, а также экстракты, которые помогут кожу успокоить. И также здесь содержится ампула с компонентами натурального увлажняющего фактора. В шкатулочке номер 2 находится Power A Renewal System. Это система с ретинолом. Здесь, по-моему, все просто, всего два вида ампул. Хотя все точно так же пронумеровано по дням, ампулы точно такие же. В одной ампуле находится витамин А, а во второй ампуле также находятся компоненты натурального увлажняющего фактора. Ампулы, которые действительно меня впечатлили. Вот это интенсивный курс. Вот они действительно работают. То есть ты прошел курс, и ты увидел, что в твоей жизни что-то поменялось, что-то произошло. Вот, наверное, такими должны быть ампулы, но тут и цена. Но, кстати, всегда ли цена говорит о том, что это что-то необыкновенное? В свое время я вам показывала ампулы MBR, CitoLine они называются. И их можно использовать и для лица, и для глаз. И при всем моем уважении к бренду MBR, а я пробовала все практически вообще от этого бренда, тоже из разных линеек. Вот именно эти ампулы на меня особого впечатления не произвели. Конечно, я знаю, что очень много у вас будет вопросов по поводу бренда Babur или Babur. Для меня это бренд очень неоднозначный. Сейчас объясню, почему на примерах. Вот ампулы, которые называются Beauty Rescue. Кстати, у них действительно очень много ампул, этого бренда. Они находятся в отдельном блоке каталога. Эти ампулы за 7 штук стоят 4700 рублей. И в качестве активного ингредиента здесь экстракт планктона. Вот честно говоря, для меня это недостаточное основание для того, чтобы купить ампулы за 4700 рублей. С другой стороны, у них действительно есть очень технологичные ампулы, в том числе, с достаточно прогрессивными, прямо вот очень современными компонентами. Например, вот эти вот ампулы «Идеальное сияние». У них в составе есть вот этот вот пептид со сложным названием. Гексониолди, пептид-3, нарклеоцин, ацетат вот этот вот. Он разрушает корниудисмосомы. То есть, он действует по принципу энзима. То есть, он разрушает вот эти вот мостики. И тем самым кожа обновляется, она отшелушивается. Это действительно один из самых современных пептидов. То есть, он появился прямо вот совсем-совсем недавно. И вот такое отношение у меня ко всему бренду. Я не знаю, что мне купить, а что нет. Какие-то вещи я беру, смотрю, о, здорово. Но хотя мне кажется, что 3500 рублей – это всё равно очень дорого. За 7 ампул они рассчитаны на 7 дней. В отличие, например, от тех же самых ампул Сесдерма, у которых, как мне кажется, гораздо более интересный состав. Их в комплекте 10 штук. И есть специальная насадка для ампул, которая позволяет вам растянуть удовольствие. То есть, одну ампулу у меня получается использовать 2 дня. Вот они те ампулы, которые есть или были у меня. То есть, всё, что я вам хотела показать, на сегодняшний день, всё, что я имею, я вам показала. Но в косметическом мире слово ампула, она встречается достаточно часто, это слово. У корейцев, например, у них ампулами называются сыворотки, как правило. Или иногда ампула – это продукт, который запечатывает весь уход. Да, такой, например, продукт есть у бренда Pyunkang Yul. Такой продукт есть у бренда Labno. То есть, прямо вот поверх крема вы наносите эту ампулу. Считаются ли ампулами вот эти вот капсулы маленькие, как, например, от Элизабет Арден, от Брэнда Нитраджина, от Дарфан, их вот эти вот ампулы с витамином С и с ретинолом. С точки зрения возможности дозировать продукт, да, безусловно, в какой-то степени считаются. То есть, там все те же преимущества. Минимум консервантов можно ввести, максимум концентрации действующего вещества, не включать там ароматизаторы и так далее, и так далее, и так далее. Но все-таки, вроде как, в косметическом мире капсулы – это отдельная группа веществ. И, как правило, все-таки внутри капсул находится маслянистое содержимое. Да, и вот эти вот капсулки, вот этот формат, он как раз этим и обусловлен, чтобы вам было удобно, вы не пачкались, не выдавливали там ниоткуда это масло, чтобы в раз у вас одна капсулка. То есть, все-таки капсулы – это немножко не ампулы. И по консистенции, и по назначению. Какой вывод мы можем с вами сделать из двух видео, которые вышли на моем канале касательно ампул? Ампулы – они такие ампулы, да. То есть, смотрите внимательно на состав. Будьте критичны, потому что производитель может наобещать всего, чего угодно, написать, что это ультраконцентрированная формула, но все равно об этом с вами не узнаем, какая там концентрация действующего вещества. То есть, производители об этом не пишут. Смотрите на состав, на его частоту, на обилие консервантов или отсутствие консервантов в составе. Это очень важно, потому что мы с вами видели и те, и другие варианты. Зачем мне покупать средства в ампулах с массой консервантов? Я такой продукт куплю и в обычном ассортименте, обычную сыворотку. Мне, конечно, хочется использовать максимально чистый состав, чтобы не было, кстати, никаких отдушек, чтобы составы были понятными, чтобы они были эффективными. Потому что, к слову сказать, Сара Чапман – нет этого всего. То есть, почитайте, составы абсолютно лаконичные, понятные и, в общем-то, соответствуют понятию ампула. Вот, наверное, ампулы Сара Чапман – это мой идеал. Вот такими они должны быть. Быстро действующими, очень интенсивными, дающие видимый результат, прогнозируемый результат, с лаконичным составом, при этом с максимально понятным и чистым, без лишнего. Они полностью соответствуют этому требованию. Но, к сожалению, мы с вами видели, что и очень дорогие ампулы сегодняшнего моего обзора, и очень дешевые, они все разные. Точно так же, как и с другими косметическими средствами. Поэтому смотрите, вчитывайтесь в состав, выбирайте лучшее для себя. Ну, а я надеюсь, что этот обзор помог вам это сделать. Я желаю вам всего хорошего, удачи, пока!